Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск SDCast'а, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Денис Шевченко, программист, ищущий новое, как он сам о себе говорит. Денис, привет! Приветствую! Денис, ну, вначале расскажи пару слов о себе, а то я так очень коротко, может быть, ты чего-нибудь более интересного про себя рассказываешь, как ты вообще живешь в айтишном мире и давно ли? Ну, живу я в айтишном мире с 2006 года, причем, несмотря на то, что многие из моих коллег шли сознательно к области разработки буквально со школьной статьи, со школьной скамьи, то я, напротив, еще в 2004 году, уже закончив все возможное обучение, я вообще считал программирование самым скучным, пожалуй, видом человеческой деятельности, и как в страшном сне видел себя программистом, действительно, это было так, я занимался электроникой, паял схемы, но потом меня с кровью заставили прикоснуться к ассемблеру для микроконтроллеров. Ну, понятно, началось все, так сказать, плавненько, да, вот, сначала спаяй, а теперь напиши немножечко обвязочку там и так далее. Да, а с 2006 года я сел, и вот до сих пор сижу, как на основном профессиональном языке, это C++, немножечко соприкасался также с Objective-C. Большого, обширного парка языков у меня нет. Ну, можно знать какие-то несколько, но очень хорошо. Да, я все время шел по малой статье, и в свое время хотел быть настоящим экспертом в области C++, и где-то издалека начал к этой планочке приближаться, как я думал, по крайней мере. А потом постепенно, постепенно узнавая новое и проходя стадию неофитства, когда сначала хочется использовать все возможное для Hello World, а потом постепенно понимал, что в реальном мире разработки программного обеспечения все-таки простота, как говорили многие гуру, важнее изящества. Ну вот, коль мы уже, так сказать, говорили про C++, это такой язык очень, ну, очень интересный, это без вариантов, да, так сказать, это 100%, но вот о нем очень много ходят всяких таких неоднозначных отношений к нему, да. Одни говорят, что это вот основа основ, самый лучший, там, самый быстрый, самый многофункциональный, самый удобный. Другие говорят, ой, он очень сложный, в нем столько всего, и столько вариантов можно там со всех сторон разных написать. Вот ты как относишься к нему, как считаешь? А я с высоты своего, вот, восьмилетнего опыта могу сказать, что язык этот, конечно же, занял весьма достойное место в истории, в истории разработки программных систем мировых, и, конечно же, я более чем уверен, что этот язык не умрет в каком-либо обозримом будущем, и он, конечно же, заслуживает уважения к себе, хотя бы только потому, что мы каждый день пользуемся множеством программных инструментов, созданных на C++, или в том числе на C++. Однако, конечно же, вот, как известно, сейчас это такой целый тренд, стоит на хабре сказать или на иных наших любимых ресурсах слово C++, и сразу вам начинается большой холивар, просто потому, что многие другие языки отняли у этого творения Страуструпа многие ниши, и поэтому сегодня многие разработчики думают, что считать C++ вообще дурным тоном – это хорошо, и они считают, что все, кто его до сих пор использует – это недалекие и ограниченные разработчики, я так не считаю. Естественно, этот язык сложный, и об этом я еще чуть позже скажу отдельно. Этот язык нельзя изучить за 21 день, несмотря на то, что существует одноименная книжка. Ну, знаешь, есть хорошая минута на эту тему, как изучить C++ за 21 день. Ну как, ты, значит, из года в год на протяжении 10-20 лет изучаешь, пишешь разные проекты, а потом создаешь машину времени и возвращаешься от начала твоего даты изучения на 21 день вперед, и все, ты знаешь C++. Есть такая прекрасная смешная картинка. И в итоге известно, что любимая нами компания Google, она официально по известным ей рейтингам объявилась C++ вообще одним из самых сложных языков в мире, из реально используемых. И это уже о чем-то говорит, то ли они это сказали для того, чтобы бросить на него тень в рамках продвижения своего языка Go, то ли еще по каким-то причинам, известным только им. Но в целом C++ на сегодняшний день, на 2014 год, я считаю, что он, конечно, во многом устарел, несмотря на его развитие в лице стандарта 2011 года и даже грядущего 2018 года. И что же в нем, на твой взгляд, так сказать, отстало от жизни? Мы вот в данный момент работаем на компьютерах, которые всего 15 лет назад, это не такой большой срок, казались, ну, просто фантастикой, не говоря уже больше. И если мы являемся свидетелями революции в железе, то было бы логично ожидать и некую революцию в софте. Это правильно. Потому что ничего не стоит на месте в нашей обширной отрасли. Ну, как бы да. И однозначно мы видим, что, несмотря на то, что железо идет вперед семимильными шагами, софт в лице языков программирования, как фундаментальных инструментов разработки, к сожалению, стоит еще где-то так в конце 90-х годов. Если говорить именно о C++, то то, о чем необходимо было думать во времена Windows 98, это не то, о чем необходимо думать в 2014 году. Но C++, даже современный, вынуждает программиста думать о том, о чем по-хорошему сегодня, глядя на современные компьютеры, думать уже совсем не хочется. Ну, вот смотри, несколько, так сказать, уже, конечно, мыслей появилось. Первое, конечно, все-таки железо, хоть ты говоришь тоже, что оно развивается семимильными шагами, но на самом деле оно развивается не интенсивно, а вот по экспансивному пути. Да, ну, улучшается технологический процесс. Да, там какие-то вот такие вещи. Но принципиального какого-то развития у железа тоже, по большому счету, нет. И даже вот я недавно читал замечательное интервью с товарищем Бабаяном, да, вот, опубликованное, где он говорит тоже о том, что вот времени прошло много, а мы на самом деле стоим на тех граблях, которые были заложены в архитектуру железа, там, 30-40 лет назад, и что сейчас уже это все не актуально. И этот вопрос, опять-таки, о параллельных вычислениях, да, что архитектура современного железа немножко для этого не предназначена. Так что это один комментарий, да, что железо тоже не сказать, что прямо уж так сильно ушло вперед. А другое дело, что вот, кстати, как ты говоришь, там, СИУ, да, много несовершенственных каких-то в нем вещей. Собственно, наверное, это является одной из причин того, что появляется очень много языков, которые пытаются вот эту нишу, ну, как-то компенсировать, да, вот, недостатки. Тот же самый Go, вот, буквально вчера я был на Go в митапе в Гугле, да, собственно говоря, вот, было очень любопытно послушать про все это дело. Они, кстати, говорили, что даже они несколько уже сервисов своих в продакшене заменили на Go с, переписав их с C++, да, что, в общем-то, вот, тоже так подчеркивает значимость вот этих различий в языке. Вот, ну, там, Garbage Collector в Go, вот, кстати говоря, ну, в C++ очень много, как я понимаю, да, надо делать именно руками, то, чего, по большому счету, сейчас можно уже автоматизировать и, ну, снять с плеч программиста. Именно так. Вот. Собственно, вот в Go то же самое, там, Garbage Collector, да, и так далее, то, что уже они говорят, ну, не надо думать там сейчас как память, господи, ну, все за вас сделают уже язык, так сказать, не надо, не надо это убрать на себя. Вот, ну, вот, вот, там Rust и так далее, то есть много чего появляется и как-то живет. А еще вот такой интересный вопрос, вот смотри, да, C++, конечно, он очень серьезный, очень такой, ну, вот, основы основ, там, в нем структуры данных, понимания, да. Ты как считаешь, вот, ну, молодым там, да, ребятам, которые после школы идут в институт, вот, интересно твое мнение просто узнать насчет того, какие языки надо изучать в первую очередь, да. Ну, тут ты знаешь, да, наверное, тоже, что есть два таких противоположных лагеря. Один это, что надо, значит, вот C, C++, ну, то есть, самые-самые основы, вот, другие, другой лагерь, которые, ребят, да, вон какой-нибудь там PHP, скриптовой и все прекрасно, это более чем достаточно. А потом уже кому надо, тот углубится. Вот твое мнение какое? Мое мнение такое, что, отвечая на подобный вопрос, необходимо, конечно же, думать с одной стороны о языке, как об инженерном инструменте, и с другой стороны о языке, как о, в конечном итоге, способе заработка денег. Все мы задействованы в коммерческой разработке и получаем зарплату. Поэтому, естественно, отвечая на вопрос, с какого языка нулевому, как белый лист бумаги, новичку стоит осваивать эту прекрасную профессию, с одной стороны, я могу посоветовать ему C++, просто лишь потому, что освоив C++, он беспроблемно идет себе работу, как в России, так и в других государствах. Ну, хорошо, это с одной стороны. Но с другой стороны, C++ для новичка все-таки он действительно, надо терпение, надо усидчивость приложить к этому. То есть, вот 21 день-то не получится потратить на все это. Да, действительно, я считаю, что порог вхождения в C++ весьма высок. На сегодняшний момент, я считаю, он слишком высок, по сравнению со многими другими языками. В целом, я, вот так, некая часть во мне, которая влюбилась в функциональное программирование, и в Haskell в частности, о чем будет сказано чуть позже. Да, об этом мы обязательно поговорим. Конечно же, эта часть говорит, нет, ни в коем случае не советую новичку эти страшные шаблоны и эти страшные копирующие конструкторы. Но, как я уже сказал, если новичок сознательно хочет войти в эту профессию как работник, в конце концов, как работник, то он плохо это или хорошо, справедливо это или несправедливо должен смотреть на реалии сегодняшнего рынка. И, однако же, и здесь тоже я позволю себе не быть таким уж пурчащим занудой и сказать, что с одной стороны мы смотрим на мейнстрим, но мейнстрим это не более 5-6 языков. И, с другой стороны, мы видим, как многие компании успешно внедряют такие языки, как, скажем, Erlang, или, скажем... Дескала там, и много чего есть уже. Это тоже языки, которые, мягко выражаясь, не мейнстрим, ибо они не входят даже в двадцатку мировых языков. И, однако же, привлекаются новички, привлекаются люди, действительно любящие эти языки и действительно могущие создавать прекрасные инструменты с помощью них. Ну, их, конечно, значительно меньше, чем все-таки мейнстрима, поэтому тут тоже, с точки зрения бизнеса, немногие компании готовы пойти на такой риск. Здесь, к сожалению, так или иначе, реальность сегодняшнего дня есть противоречия. Я знаю, что многие разработчики, как в России, так и в других государствах, работая на мейнстримных языках просто за зарплату, они искренне хотели бы работать с другими языками. Но они открывают сайты с вакансиями и видят, что там пустота, кроме как мейнстрим. И это, естественно, вынуждает их смотреть в сторону мейнстрима. И получается, что работодатели смотрят на соискателей, соискатели смотрят на работодателей, и никто не хочет сделать, чаще всего не хочет сделать некий отважный первый шаг. Ну да, безусловно, есть такое дело. Я с тобой, в общем-то, соглашусь, конечно. Тут вот еще, смотри, какой момент интересный. С одной стороны, да, мейнстрим, там языки, но вот в последнее время, поскольку все-таки там интернет, да, вот эта блога, инфосфера, там интернет вещей настолько прочно вошла просто в нашу жизнь повсеместную, да, и вот этот шум везде стоит, что сейчас, ну, я уже неоднократно, в общем-то, это говорил, да, такую позицию, что очень появляется много всего нового, очень быстро, и оно очень быстро, вот как снежный ком набирает обороты, а на самом-то деле оно по факту может получиться пустышкой. То есть вот создали шум, сразу все, о, новые, новые, новые. Вот, собственно, хороший пример, опять-таки, гоу, да, почему вот вчера на этом митапе пришло туда больше 600 человек, хотя на первом митапе по гоу было там пару десятков людей, а на вчерашнем было 150, и они закрыли регистрацию, потому что, говорит, мы не ожидали такого ажиотажа. А все очень просто, товарищ ТиДжей Холовайчик, который очень известный человек в мире Node.js, JavaScript, сказал, все, мне Node.js надоел, я ушел в гоу. Про это услышали куча, там, студентов, ну, и просто разработчиков JavaScript, такие, о, гоу, гоу, надо идти срочно. И вот раз, как бы, а вот он, вот как будто бы он мейнстрим. А в то же время есть такие там языки, как, ну, опять же, все тот же там C++, там, Java, да, там, DPHP даже, хотя его тоже, он считается сейчас антистримом. Но это языки, на которых написано миллион реальных работающих приложений, и которые еще каждый день пишется и пишется и пишется, и которые были, есть и будут. Вот два таких, две противоположных немножко, да, вещи. Мейнстримы, которые создается вот этот такой ажиотаж, вокруг которых, и, с другой стороны, реальные рабочие лошадки, которые повседневно, повсеместно используются и приносят, в том числе, там, и доход, безусловно, и прибыль компаниям и так далее. Ну, вот я считаю, что некоторые языки, они стали рабочими лошадками, причем для уже множества мировых компаний, и малых, и больших, и стали ими за весьма короткое время. Я приведу пример, ну, канонический, уже сейчас канонический Ruby on Rails. Да, Ruby, Ruby, вот, кстати, очень здорово вошел. Это уже мейнстримный язык веба. И, однако же, мы знаем, что всего лишь, там, 6-7 годочков назад это была некая поделка некого интересного японца, не более чем. Или, например, как уважаемый Гвидо Ван Россо, он позиционировал питон. Не более чем, более симпатичную, на его взгляд, замену PHP. И, однако же... Собственно, самый PHP появился в свое время тоже точно так же, да, что нужен был и маленький скриптик, который бы вот отдавал HTML, а вот во что он вылился и вот развивается. Да, и, однако же, сейчас питон тоже это мейнстрим веба. Да, питон, джанго, они, конечно, сейчас популярны очень. Это я говорю к тому, что некоторые инструменты, по моему убеждению, могут сегодня еще казаться слишком трудными, слишком сырыми, слишком новыми. Но завтра, не через 20 лет, а гораздо быстрее, они могут стать, если не мейнстримом общемирового масштаба, то очень сильными и очень известными языками. Ну и собрать некое, опять-таки, такое вот твердое и прочное, пусть небольшое, но все-таки комьюнити, да, который вот тот же самый, да, Ruby, вот прекрасно. Оно вроде бы как, он не такой, не так сильно популярный, как там питон, PHP, ну как мне кажется, да, но тем не менее у него прочный такой костяк, который, в общем, есть и который позволяет ему двигаться вот вполне понятным, да, для него направлении развиваться. Ну ладно, все здорово, вот ты там упоминал Haskell, да, мы, тех, кто вдруг и слушать лезть не знает, то Денис является автором замечательной книжки о Haskell по-человечески. Денис, ну расскажи поподробнее, во-первых, как тебя занесло в функциональный мир, если ты так вот C++, такой, ух, матерый C++-ник, как тебя в мир функциональщины занесло? Это вообще весьма интересная история, я действительно был в свое время настолько матерым C++-ником, что искренне считал этот язык лучшим языком в мире и никогда не планировал его менять на какой-либо другой язык. И однако же в 2011 году в компании, в которой я работал тогда на столе у одного из коллег я увидел книгу «Программирование на Haskell на английском языке книга», и я взял ее, полистал, слово Haskell мне ни о чем не сказал, я думаю, дай посмотрю. И на второй странице я увидел утверждение, что в этом языке программирования отсутствует оператор присваивания. крышу мне сорвало напрочь, я посмотрел, может быть, это какая-то отпечатка, или я неверно перевел, но когда я спросил у того самого коллеги, который эту книгу прочитал, а что правда там нет оператора присваивания, он сказал, да, правда нет. Я говорю, прости, а как же тогда можно на нем что-либо написать, как же я изменю свой контейнер? И он мне начал объяснять о том, что там это не нужно, но я совершенно не мог себе представить, как это может быть не нужно, и закрыл эту книжку и поспешил откреститься от этого известного изобретения, какого-то злого гения. Но потом так получилось, что увидев в интернете несколько, чуть позже, несколько интересных публикаций, я решил попробовать вот на уровне Hello World, я поставил себе Haskell Platform и думаю, дай попробую, что же это такое за язык. И даже опубликовал несколько в блоге у себя заметок о том, как там красиво можно прочитать файл или вывести Hello World. Потом это дело немножечко закрылось, я переключился на C++11 стандарта, начал вникать в красивые новшества этого языка, и как-то так подзабыл немножко о Haskell, а потом мне напомнили уже другие коллеги, мельком, и я подумал, ну когда-то я интересовался, попробую-ка я еще раз посмотреть, что же это за язык, в котором не нужен оператор присваивания. Почему я делаю такой упор на этой маленькой детали? Потому что в моих глазах это была такая важная дикость этого языка, такая переворачивающая сознание непонятность, что я решил из принципа посмотреть, что если кто-либо пишет на таком языке, наверное, это интересно. Я, узнав с официального сайта немного информации о таких совершенно непонятных для меня терминах, как ленивые вычисления или чистая функциональность, я сделал пару заметок в блоге, это было уже в прошлом году, и один из читателей сказал, Денис, ты не хочешь ли как-то оформить некий сборник этих заметок, воедино, целое, очевидно, это будет интересно читателям, я подумал, а в самом деле почему бы и нет, и так постепенно родилась идея о книжке, и главным мотиватором моим к ее написанию был эксперимент. Я решил поставить эксперимент сам на себе. Дело в том, что Хаскел, будучи языком действительно уникальным и действительно очень сильно отличающимся от всего мейнстрима вместе взятого, он имеет давнюю математическую, академическую историю и глубокие научные корни, не выходит из этого слова. Поэтому вокруг этого языка сложилось два мощных стереотипа. Первый. Этот язык архи сложно освоить. И что способны справиться с этой задачей только, ну, как минимум, краснодипломники МФТИ. И второй стереотип, что этот язык пригоден исключительно для научных или околонаучных лабораторий, и в реальном мире делать с ним нечего. И я, как антипод краснодипломника МФТИ, решил поставить эксперимент сам по себе. Нужно сказать, что я никогда не был в математике, и поэтому ее не любил, и поэтому ее не знал, и не хотел ее знать. И я подумал, что если эти стереотипы верны, то у такого, как я, нет ни малейших шансов освоить этот язык. И я подумал, попробую. Если не получится, значит, напишу. У меня не получилось, друзья. Если вы не имеете строгого математического образования, значит, несутесь в эту сферу. Но если получится у меня, значит, получится и у многих-многих других. Ты придумал какое-то, соответственно, да, вот написать конкретное приложение или вот какую цель ты поставил? И я поставил цель так. Если я разберусь во всех тех, якобы, невероятно сложных аспектах этого языка, значит, я, во-первых, пойму, что эти стереотипы ложные, а, во-вторых, я смогу получить более эффективный, вероятно, смогу получить более эффективный инструмент, потому что в тот момент было полно сомнений во мне. И я начал изучение. И с чем я столкнулся первым, что открыло мне природу стереотипа о сложности этого языка, это с тем, что материалов по этому языку, предназначенных для нулевого новичка, очень немного. Они есть и даже на русском языке. И, однако, открывая их, я примерно к третьей странице ощущал себя просто физически слабоумным человеком. И понимал, что, ну, друзья, очевидно, я просто не рожден для такого языка, потому что я не понимал ничего. Ибо эти материалы ссылаются на благополучно мною забытую математическую нотацию, столь же благополучно мною забытые математические или околоматематические термины, значения многих из которых я не помню и помнить, честно говоря, не хочу, просто по той причине, что не использую их в своей повседневной деятельности. Не нужно, но да, понятно. Да. И после этого я решил попробовать узнать, а использует ли этот язык кто-либо из ненаучных, неакадемических кругов. Если это так, значит, этот язык может быть пригоден для реальной разработки. И это подстегнуло мой интерес, я начал разбираться, постепенно осваивая, казалось бы, вначале сложные вещи. Я пришел к очень интересному и очень вдохновляющему меня выводу был такой великий ученый Альберт Эйнштейн, который сказал, это был его знаменитый афоризм, особенно знаменитый после разработки его теории относительности. Он сказал, если вы не можете объяснить свою теорию шестилетнему ребенку, значит, вы и сами ее не понимаете. Да, да, очень известно. И я убедился на собственном примере, что большинство сложностей, обычно связываемых с языком Haskell в частности или с функциональным программированием в целом, являются таковыми только по той причине, что большинство людей не могут их понятно и нормально объяснить. Собственно, из этого и родилось название книги о Haskell по-человечески. Действительно, друзья, объясните мне по-человечески. Я не знаю, что такое быстрая сортировка. Да, я могу открыть Википедию и почитать про быструю сортировку, но я в своей работе ни разу не реализовывал алгоритм быстрой сортировки. Он уже написан до нас на всех, по-моему, языках, поэтому, конечно, он не нужен. Да, и я не очень-то хочу это делать. Зачем вы показываете мне пример, когда алгоритм быстрой сортировки на языке C занимает 20 строк сырового кода, а на Haskell занимает 3 строки сырового кода? Я не хочу видеть это. Это не дает в моих глазах ни малейших преимуществ данного языка, потому что вы отсылаете меня к тем действиям, в частности, реализации алгоритмов, которые я не совершаю и совершать не хочу. Покажите мне, как работать с файловой системой. Покажите мне, как реализовать простейший HTTP сервер. Покажите мне, как создать два параллельных потока. Покажите мне, как работать с API GitHub, в конце концов. Практические задачи. В этом я увижу красоту, в этом я увижу преимущество. Но в задачах по быстрой сортировке или по ненавидимым мною числам Фибоначчи, везде пихают числа Фибоначчи. Нет такого труда по Haskell, где не упомянутые числа Фибоначчи. В моей книге не упомянутые, честно вам говорю. Пусть все слушатели знают. Потому что числа Фибоначчи – это, опять-таки, не та стезя, которая требуется нам и которая потребуется нам в понедельник, в следующей неделе или в пятницу в следующей неделе, скорее всего, тоже не потребуется. И я решил рассказывать об этом языке всем читателям и себе самому, потому что в процессе написания я сам находился в фазе изучения и до сих пор нахожусь нахожусь в этой фазе, я решил объяснять максимально простым языком на максимально практических примерах. Это позволило многие сложности донести до таких же, как я, нулевых новичков. И, судя по отзывам многих моих читателей, эта цель удалась. Выяснилось, что интерес к Хаскеллу и к функциональной парадигме в целом среди российского сообщества гораздо больше, чем я мог себе предположить. Это при том, повторюсь, возвращаясь к началу нашей беседы, что Хаскелл, мягко выражаясь, не мейнстримный язык. И, однако, такой живой интерес говорил о том, что многие разработчики жаждут не просто новизны ради факта новизны, чтобы поспорить на Хабре, они жаждут современных инструментов разработки, которые позволили бы им быть более эффективными в своей реальной ежедневной деятельности. И когда я увидел этот интерес, я понял, что действительно здесь, скажем так, попал в десяточку. На данный момент книга также переводится на английский язык усилиями GitHub сообщества маленького, потому что, как выяснилось, на английском языке материалов для нулевых новичков по Хаскеллу тоже, к сожалению, немного. Вот вкратце, как я пришел к этой уникальной стезе. Ну, слушай, здорово, очень-очень хороший пример. То есть мне тоже кажется, вот это самое правильное, когда ты, с одной стороны, ну, цель освоить, с другой стороны, просто задокументировать, даже хотя бы для самого себя понять, вот, что ты делаешь и зачем, да, собственно, вот, там, преподавая в институте тоже очень хороший, там, пример у меня, да, когда, ну, вроде что-то знаешь, а вот попробуй действительно это объяснить. А когда пытаешься объяснить кому-то, начинаешь думать, блин, а я вот сам до конца, оказывается, кое-что не понимаю, начинаешь разбираться, тем самым структурируешь и свои знания и позволяешь донести их до других. Вот, я так понимаю, у тебя тоже, в общем-то, примерно такой подход. Да, именно так, именно так. Вот, но мне кажется, да, он удался, я не могу сказать, что я прям прочитал твою книжку, я только немножко ее начал, но понял, что она написана с такой, знаешь, прям какой-то любовью такой вот очень так лаконичной и прям вот от души, что называется. Ну, по крайней мере, в русском варианте. Вот, слушай, ну вот здорово, вот смотри, теперь вот, поскольку у тебя там есть большой бэкграунд C++, все-таки совсем разные, да, парадигмы, вот, функциональщина и вот как ты вообще можешь их как-то, твое отношение, точнее, какое-то внутреннее к вот C++ и к Хаскелу, насколько они разные, насколько они в каком-то смысле одинаковые, то есть какие задачи можно решать тем другими языками и вот какие-то противоречия между ними, вот как ты, глядя, так сказать, немножко откинувшись на спинку там стула, да, и вот когда перед тобой стоит C++ там справа и Хаскел слева, вот что ты про них можешь сказать? Я могу сказать, что действительно эти языки различаются не просто в синтаксисе, не просто в способе компиляции, не просто в инструментальных средствах, они различаются по своему духу, скажем так, действительно, вот даже отсутствие оператора присваивания, которое произвело фурор в сознании меня как императивного программиста, а ведь по сути, если вдуматься, это отличие не такое уж и большое с одной стороны, но при этом оно отражает ту фундаментальную разницу между этими языками. Разница заключается в том, что эти два языка заставляют или поощряют, скажем так, или вынуждают, можно сказать и так, программиста думать совершенно по-разному. Мы знаем, что среди императивного подхода к разработке программного обеспечения, разумеется, на троне сидит ООП. С этим не может поспорить. Ну да, конечно. Сегодня никто. И хотя вокруг ООП тоже было и есть много раскаленных холиваров, по своему опыту работы со многими объектно-ориентированными проектами разной степени сложности, могу сказать следующее. При всем моем уважении к объектно-ориентированному программированию в целом и C++ как объектно-ориентированному главным образом объектно-ориентированному языку, могу сказать, что те лучезарные обещания, которые давали апологеты объектно-ориентированного программирования в конце прошлого века, оказались обманом. Не потому, что они обманули нас, не потому, что это были коварные люди, а потому, что вот эти вот канонические киты в виде наследования, в виде полиморфизма, в виде инкапсуляции, по крайней мере, так, как ее подразумевает, язык C++, они обещали всем нам радикальную победу в борьбе со сложностью. И однако опыт показывает, что никакой победы не произошло, и то, что обещало победить сложность, зачастую только ее дополнительно привносит. К сожалению, это то, что многих разработчиков сегодня отвращает от объектно-ориентированного программирования. Причем я не говорю о тех холиварщиках, которые поливают объектно-ориентированную парадигму грязью и считают, что все использующие ее – это слабоумные какие-то люди. Это, конечно же, не так. Мы свидетели того, что в объектно-ориентированной парадигме написано множество прекрасных программных систем. И они работают, и мы пользуемся ими каждый день, даже не зная об этом. И однако могу сказать, что функциональная парадигма ни в коем случае не надо сказать, что она лучше. Почему? Потому что для того, чтобы сказать, что она лучше или хуже, мы сначала должны приоткрыть завершу вот этой тайны, потому что для многих программистов это все-таки тайна, они слышали об функциональщине, но при этом совершенно не знают, что это такое, с чем его едят. И вот если приоткрыть тайну и понять, что многие вещи в ней делаются иначе, то вот тогда, прочувствовав эту инаковость, ты и поймешь, лучше это или хуже. Действительно, области применения C++ и Haskell различаются. В том смысле слова, что C++, будучи славным наследником нашего любимого старичка C, конечно же, больше подходит для систем критичных к времени выполнения кода. И однако же здесь сразу позволю себе замечание. До сих пор в тех системах, в которых скорость выполнения кода действительно критично важна, не по мнению отдельных программистов, которые хотят на блокировке потока сэкономить половину миллисекунды, я не веду критически важный код. Так вот, в областях, где действительно важна скорость, до сих пор царствует чистый C. При всем моем уважении к Бьерну Страуструпу, к его заслугам, я, конечно же, соглашусь с теми, кто по-настоящему строгий к скорости выполнения системы, до сих пор пишет на чистом C. Потому что в области близкого взаимодействия с оборудованием, в области жесткого управления памятью ввиду малого ее количества, и до сих пор во многих системах это реальность, конечно же, там C++, если и пускают, то с настолько жесткими ограничениями, что получается так называемый C с классами. И, естественно, использовать C с классами не имеет ни малейшего смысла уж лучше использовать чистый C. Ну да, за процедуру никто не отменял и структуры. Да, 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 да. И действительно, я в свое время прикоснулся к требованиям написания кода для по-настоящему критических, по-настоящему отказоустойчивых систем. Многие, да чего там греха таить, большинство плюшек C++ строжайше запрещены там. Например, такие, как исключения или шаблоны. Потому что на эти инструменты при всей их важности, при всей их красоте нельзя всецело положиться. И это факт. Понятно. Ну вот все-таки видишь как, да, критические вещи до сих пор пишут на C. А где же место для Хаскела? Я могу сказать, на сегодняшний день, если убрать все те случаи, когда нам необходимо жестко контролировать количество создаваемых и занимаемых памятью приложения байтов, и кроме тех случаев, когда нам нужно реализовывать системы жесткого реального времени для бортовых комьюторов марсоходов НАСА, во всех остальных случаях, по моему сегодняшнему убеждению, Хаскел великолепен. Почему я так считаю? Хаскел вобрал в себя, казалось бы, совершенно разные и несовместимые друг с другом вещи. С одной стороны, он предоставляет программисту потрясающую высокоуровневость. Высокоуровневость более чем сопоставимую с современными скриптовыми языками. И с другой стороны, он предоставляет такую красоту, как строгую статическую типизацию, не такую, как в C++. В C++ не строгая статическая типизация, и это очень плохо, я считаю. Он предоставляет нативную компилируемость, поэтому по производительности рядом с Хаскелом, конечно, питоны и Руби курят в сторонке далеко. Множество готовых решений. Действительно, 15 и даже 10 лет назад количество библиотек для Хаскела было очень невелико. Сегодня оно очень велико. И еще одна... Смотри, ты видишь, велико, но сразу ремарочка. Но качество, какое качество этих библиотек? Потому что количество не говорит никак о качестве. Да-да-да. Действительно, это очень важная ремарочка. Спасибо, что ты мне ее сразу напомнил. Действительно, количество само по себе не говорит ни о чем. В конце концов, библиотек для C++ все равно больше. Ну да. Но, что касается качества, мы не можем судить о качестве, просто скачав себе архив. Ну вот скачали библиотеку, ну вроде работает, а что там в ней внутри? Мы не можем сказать. И все-таки, мы можем сказать о качестве, опираясь на опыт компаний, которые это используют. И я достоверно знаю, что ряд очень серьезных компаний используют Хаскел и используют те самые упомянутые мной решения в виде свободных библиотек, используют в очень серьезном продакшене. В продакшене, от которого зависят деньги людей, здоровье людей, даже жизни людей. И если они используют их там, уже этот факт говорит о том, что Хаскел более чем заслуживает внимания к себе. И несмотря на то, что есть серьезная проблема с библиотеками для Хаскел, проблема, которая тормозит вход этого языка в широкие программерские круги, а именно отсутствие нормальной документации. Такая проблема действительно есть. И многие прекрасные библиотеки, задокументированные, очень плохо. К сожалению, это вина авторов, ответственность авторов. И все же я вижу, что тенденция положительная есть и в этом направлении, потому что документаций все больше, руководств все больше, практических примеров все больше. На гитхабе все больше открытых проектов на Хаскеле, код которых действительно пригоден для изучения и действительно может быть проверен на корректность. Поэтому на сегодняшний день, еще пять лет назад нельзя было этого сказать, но на сегодняшний день можно смело заявить, что Хаскел готов для продакшена. И это не мои слова. Это слова и выводы тех разработчиков, которые ежедневно пишут на этом языке и создают реальные, не из академической области, обыкновенные, повседневные программные решения. Это факт. Понятно. А вот еще смотри, какой тоже моментик интересный. И вот в силу того, что язык все-таки, ну, порог вхождения в язык достаточно высокий, да, как ты думаешь, можно ли поэтому судить о том, что и общее, ну, вот так абстрактное качество каких-либо библиотек написанных, оно тоже заведомо выше, чем для какого-то другого языка с более низким порогом вхождения. Ну, там, как пример, там JavaScript или там PHP, да, туда, чтобы начать на нем писать, это достаточно там открыть Google, там, я встречал кучу людей, которые абсолютно без какого-либо технического там образования, бэкграунда, да, там, будущие там какими-то менеджерами. О, я открыл в Гугле, увидел там, как человек там на трех строчках скриптик, вот он написал, значит, сайт, я решил тоже попробовать, мне понравилось, значит, я теперь разработчик, вот там, веб-разработчик, да, или там написать плагин для jQuery тоже, ну, вот там куча примеров, взял, одну строчку подправил, вроде как все готово. А в случае Haskell, просто чтобы хотя бы на нем начать писать, уже нужно некий, ну, все-таки просто так там менеджер, мне кажется, на Haskell не начнет писать сразу. Естественно. И в силу этого, если ты уже как бы готов, вот прошел этот путь, да, вошел в язык, действительно осознал его как-то, и уже это говорит о том, что все-таки общее качество каких-то даже пусть простейших вещей, безусловно, все, что можно написать плохо, можно написать плохо, вопросов нет, да, на любом языке независимо. Но общий уровень вот из-за того, что язык сложный, то и, соответственно, для его понимания нужно больше знаний, и это опять-таки позволит просто заведомо как бы написать более качественный код. Да, это действительно так. Я уже смог прикоснуться к целому ряду библиотек этого языка и прикоснуться в плане их практического использования, да, пока для моих собственных небольших наработок, но этого уже хватило для того, чтобы сделать вывод о действительной готовности и действительной красоте и качестве этих библиотек. Это действительно код, который можно взять, освоить и использовать. Конечно, на слове «освоить» нужно поставить хорошую запятую по той простой причине, что вот документации бы побольше, практических примеров бы побольше, и тогда тот самый упомянутый тобою высокий порог вхождения, относительно высокий порог вхождения, стал бы ощутимо ниже. Именно поэтому я сам при осваивании этого языка, при дальнейшем осваивании, при дальнейшем изучении ищу практические примеры. И сам другим моим коллегам предлагаю практические примеры, которые действительно можно взять и применить, действительно можно использовать сразу. В частности, могу привести пример сейчас по основной своей работе. Я работаю в компании Paragon. Я делаю бэкэнд-часть одного веб-сервиса, и там классический FastCGI скрипт, который шустрит за Apache. Так вот, для его реализации, все это написано на C++, к сожалению, не столь современным, как мне бы того хотелось. Там используется одноименная старинная стишная библиотека под названием FastCGI. И это довольно много кода, к которому нужно быть довольно внимательным. FastCGI скрипт на Haskell'е с помощью, по крайней мере, одного известного мне пакета реализуется, его костяк, ровно за три строки. И уже одно это, я сначала даже не поверил, неужели это будет сразу работать? Ты не поверишь, но это сразу начало работать. Причем весьма быстро. Это говорит о том, что, к счастью, сегодняшний Haskell не требует знания теории и категорий для того, чтобы начать что-то на нем практичное создавать. Ну, здорово. Вот еще, знаешь, какой момент, смотри, по поводу документации, да, просто, как мне кажется, все-таки в этом плане, ну, не применительно только Haskell, а вообще в целом, мне кажется, очень положительная тенденция. Потому что вот тот же всеми нами любимый GitHub, да, на котором есть куча проектов. И есть очень много очень классных примеров, на которые можно равняться. То есть и появление вот этого маркдауна, то есть это до ужаса простой инструмент, который позволяет простым разработчикам просто написать документацию, не прилагая дополнительных, не трача дополнительных усилий на всякое форматирование, вот какую-то расстановку всего, она позволяет очень быстро вот начать уже именно сосредоточиться на основной задаче, на там документировании, на написании, да. И это очень здорово. То есть вот, ну, там не говорить про Милл Хаскел, там, не знаю, Bootstrap, любую, ну, из мира веб я могу, да, привести кучу примеров, где действительно на GitHub'е вот прекрасная документация, все расписано, там, Nginx Law, товарищ Юджин Янг, пожалуйста, там, каждая функция с примером огромным. И ты смотришь на это и думаешь, блин, вот даже если ты там хочешь написать какую-то библиотечку новую, да, куда-то выложить, ты думаешь, блин, ну, вот там люди пишут так все здорово, о чем я-то хуже. Дай-ка я тоже сделаю так. И общий, как бы, уровень, мне кажется, вот все-таки растет, и это здорово, эта тенденция, ну, вот, как мне кажется, она прям заметна очень явно последние там годы. Ты как считаешь? Да, согласен. Это прекрасная тенденция, в частности, упомянутая тобой Markdown, это инструмент, в который я тоже быстро очень влюбился с первого взгляда, поэтому и вот для книги был избран этот способ форматирования изначального. И для некоторой документации я использую его. Я вижу, что действительно отмирает, к счастью, отмирает та тенденция десяти и более летней давности, когда люди, создавшие нечто программерское, считают так. Ну, человек, который будет это читать, он уже понимает, он уже в теме, разберется. Да-да, разберется, ничего страшного. В крайнем случае, посмотрит в код. И однако же, вот, когда я смотрел на Reddit многочисленные обсуждения, в частности, о Haskell и о других функциональных языках, я увидел такие интересные комментарии. Люди пишут, посмотрите, друзья, мы новички, нас интересует этот ваш Haskell, мы хотим попробовать. Дайте нам обыкновенный кукбук, обыкновенный набор рецептов. Пусть он выглядит как для нубов, но он позволит нам попробовать этот язык на вкус. Вместо этого мы ищем библиотеку, открываем ее и видим код, который мы не понимаем. Мы видим пояснения, которые нам ничего не поясняют. Мы закрываем вкладку браузера и говорим коллегам, мы смотрели, это не для нас. Да, не сложилось, не смогла. Не сложилось. И это только подкрепляет тот ложный стереотип в отношении Haskell, в частности, о очень высоком пороге вхождения. Действительно, порог вхождения в этот язык был очень высоким более 10 лет назад. 15 лет назад. Он был очень высоким. Потому что вся документация, скудная документация по этому языку, которая была, она вся была напичкана математикой и очень серьезной математикой. Но сегодня ситуация изменилась. Сегодня этот язык, если, как я уже сказал, такой, как я смог к нему прикоснуться и смог его полюбить, значит уже смогут многие другие. И да, есть такой замечательный ресурс, как твоя книга о Haskell по-человечески, который снижает тот самый высокий порог вхождения в язык, является прекрасным местом, чтобы открыть для себя удивительный мир Хаскева. Слушай, Денис, ну мы с тобой уже практически час говорим, обсудили много разных интересных тем. Предлагаю на этой позитивной нойте и остановиться. Спасибо, что пришел. Было очень приятно и интересно с тобой пообщаться. Желаю тебе успехов в освоении и, безусловно, документирования своих новых знаний в виде расширения твоей книги или, может быть, какой-то новой. Приходи в гости. Я думаю, осталось немало тем, которые еще можно обсудить, будет интересно. Спасибо большое. Вот. Ну что ж, друзья, всем спасибо, что слушали. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok